Всем привет, с вами R-Programs и в этом видео мы рассмотрим списки и ключи в React. Прежде всего, давайте посмотрим, как можно преобразовать списки в JavaScript. В примере, который мы с вами запишем, мы будем использовать функцию map, чтобы принять массив numbers и помножить все его значения на 10. Мы присваиваем переменной result новый массив, который возвращает метод map и выводим ее в консоль. Давайте запишем следующую часть кода const. numbers равняется массиву от 1 до 9. Далее давайте зададим константу result равная numbers точка map и каждый элемент массива мы умножаем на 10. далее выведем наш результат в консоль log сохраняем и давайте посмотрим, что у нас получится в консоли. то есть, как видим, у нас появился новый массив, каждый элемент нашего предыдущего массива помножился на 10. в React при образовании массива в списке элементов почти идентично. далее отрисовка группы компонентов в React вы можете создавать коллекции элементов и включать их в JSX для этого нужно использовать фигурные скобки в примере кода, который мы сейчас запишем в цикле пройдемся по массиву users, используя JavaScript функцию map мы возвращаем элемент li для каждого элемента массива в итоге мы присваиваем результирующий массив элементов переменной items давайте запишем это в цикле в следующуюcence «Глава» Ветер «Глава» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Далее мы заключаем весь массив react-элементов items внутрь элемента ul и отрисовываем его в дом. Давайте сделаем следующим способом. Это перенесем сюда. Это мы с вами удалим. И не забываем ставить запятую. Сохраняем и давайте посмотрим, что у нас отобразится в браузере. Мы с вами получаем в консоли... Вася, Петя, Максим... Так, и еще Егор, Вася, Петя, Максим, Егор. Этот код отображает маркированный список всех пользователей. Далее базовый компонент списка. Обычно в приложениях мы отрисовываем списки внутри какого-нибудь компонента. Давайте отрефакторим наш код, который принимает массив users и выводит несортированный список элементов. Создадим функциональный компонент. Назовем его юзерлист. Принимать у нас будет он props. Далее внутрь него мы поместим константу users. Далее запишем вот такую часть кода. И будем возвращать items. Так, это мы с вами удалим. Сюда передадим наш функциональный компонент. Сохраняем. И, как видим, здесь у нас ничего не изменилось. И если мы с вами обратим внимание, когда вы выполните этот код, то получите предупреждение, что для списка элементов должен быть предоставлен ключ key. Что мы с вами, в принципе, и видим. Key – это специальные строковые атрибуты, правильно сказать, case, которые вам нужно добавить, создавая список элементов. Почему это так важно, мы обсудим в следующем видео. Давайте присвоим ключ key к элементам нашего списка внутри numbers map и исправим проблему пропущенных ключей. Так, создадим с вами функцию. Get key, которая будет у нас принимать str. Например, меня наносим. Так, это может быть в последнее время. Продолжение следует. В следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, здесь мы Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Лучший способ выбрать ключи Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok ричуру здесь у нас напишем веке юзер нэй далее здесь мы зададим юзер айтем далее сохраним как видим у нас он уже ругается неправильное использование ключей давайте рассмотрим правильный способ записи удалим из дочерних элементов ли ключ сделаем так и запишем его правильно передадим вот сюда сохраняем и давайте посмотрим что у нас получится как видим ошибка пропала то есть это есть хороший пример того как правильно использовать ключи есть хорошее эмпирическое правило элементы внутри вызова map требует ключей prere asthma деле ключи должны быть уникальными только в пределах соседей включи связанные с определенным массивом должны быть уникальными только в пределах своих соседей однако они не должны быть уникальными глобально вы можете использовать те же ключи для двух разных массивов давайте удалим лишний код и запишем чат который будет принимать props юзерс рубс . юзерс даме конст юзерс лист юзер юзер лист будет далее зададим тег п здесь запишем поле заводили чатом юзерс . map юзер здесь у нас должна быть стрелка который будет принимать юзер айди здесь мы зададим юзер . . запятой там здесь у нас тоже . запятой далее давайте зададим константу лист равняется месседж . map здесь у нас будет здесь мы будем с вами иметь автор равный нал далее юзерс . фурич здесь мы будем принимать юзер здесь у нас будет с вами условие 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 будет таковым юзер . айди строго равно месседж месседж . автор равняется юзер так и здесь мы это поместим таким образом далее запишем ретерн ретерн так п передадим ключ месседж . айди айди месседж месседж закроем фигурную скобку далее здесь поставим точку запятой давайте запишем return скобку здесь запишем юзер лист message list вася давайте скопируем это 23 поменяем имена петя ваня . запятую далее зададим кунст мессенджи также откроем с вами массив зададим id равна единице мессенджи с значением всем привет восклицательный знак далее запятая айди значением единица давайте скопируем это откорректируем и тебе привет здесь запишем чат юзер с юзер с и мы садись сохраняю давайте посмотрим что у нас получилось пользователи чата вася всем привет петя и тебе привет ваня привет вася вот такой вот мы с вами получили чат ключи служат подсказками библиотеки react для корректной отрисовки списка элементов однако они не передаются ваши компоненты далее встраивание map gsx в примерах выше мы объявляли отдельную перемену items и включали ее в gsx gsx позволяет встраивать фигурные скобки любое выражение поэтому мы можем строить результат вызова map иногда такой прием приводит более чистому коду но зло употреблять этим стилем не следует как и в javascript вам решать что лучше в плане читабельности в вынесение кода в отдельную переменную либо вызов функции как мы рассматривали ранее имейте ввиду что если тело map имеет слишком много вложений возможно наступило отличное время выделить компонент на этом уроке у меня все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки увидимся в следующих уроках всем пока пока спасибо Продолжение следует...